В составе международной делегации, что приехало в наш край, больше 10 человек. Двое – представители из Индии, страны, которая с особым пиететом относится к личности и творчеству Рериха. И потому программа официального визита открывается у памятного знака великому мыслителю. Гости возлагают цветы, а после рассказывают об отношении жителей Индии к выдающемуся национальному художнику. В школьной программе Южноазиатской Республики отведено немало часов изучению жизни и творчества Рериха. Николай Рерих – не единственная личность из России, глубоко импонирующая народу Индии. Так, с известным общественным деятелем Махатме Ганди в переписке состоял Лев Толстой, который разделял миролюбивые взгляды индийского идеолога. В Алтайском госуниверситете протестное общение двух деятелей вспомнили и посвятили этому выставку. Мы надеемся, что благодаря этой выставке вы ощутите какое-то такое благодушное, мирное настроение для себя. Главная цель визита делегациям Межгосударственного объединения БРИКС – сотрудничество с Алтайским краем по нескольким направлениям. Одно из них – сфера образования. Так было подписано соглашение о сотрудничестве между Барнаульским лицеем 121 и Международной школой Санкт-Мария. Это значит, что будет создан Международный центр Ганди и Толстого, где дети будут познавать миролюбивую идеологию их учений. Кроме того, планируют реализовать программу международного обмена учащимися. Предполагается, что первые барнаульские школьники поедут в Индию уже в марте. Международная школа в Фаридабаде будет сотрудничать с местным Барнаульским лицеем. Мы отошлем студентов из Индии в Барнаул, а из Барнаула в Дели, в Индии. И сегодня в алтайских вузах у нас уже обучаются более 4000 иностранных студентов и 225 жителей Индии. И мы видим здесь в зале ребят, которые получают сегодня медицинское образование. Другой немаловажный аспект сотрудничества – торгово-экономические отношения. И Алтайский край, и Индия заинтересованы в поставках друг другу разной продукции. В нашем предприятии переработки могли бы здесь участвовать оборудование с точки зрения развития, например, фотосепараторы. Здесь имеют место быть продукция неорганической химии, продукция органической химии. Еще одно направление взаимодействия – разработка туристического маршрута для путешественников из Индии. Наши пейзажи, говорят иностранцы, завораживают своей красотой. У региона есть все основания стать международным туристическим центром в многостороннем пространстве БРИКС. Поскольку это уникальный, богатый экологически и природным регион. Визит иностранной делегации в нашем крае продлится два дня. Программа первого закончилась подписанием всех трех соглашений о сотрудничестве. Добавим, программа «Народы БРИКС выбирают жизнь» в эти дни проходит также в Московской, Тверской и Самарской областях. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.